Вот такой результат дают годы тренировок, а зам можно научиться за несколько дней. Первое. Встав на лыжи, пытаемся удерживать равновесие на ровной поверхности. Отталкиваясь палками, чувствуем скольжение. Вы должны постоять на одной ножке, попробовать на второй ножке постоять, попробовать немножечко на лыжках попрыгать, чтобы вы привыкли к весу лыж и к их маневренности. Базовая стойка. Коленочки у нас немножечко согнуты. И вы сами немножечко давите вперед на язычок ботинка. Для чего это делается? Для коррекции лыж. Чтобы вы не стояли назад и не падали. Для первого спуска выбираем склоны помельче и учимся поворачивать. Правой ногой давим на лыжу. Новички помогают себе еще и рукой. Мы берем правую руку и поворачиваем. Катимся равномерно, поворачиваясь стороны в сторону. На крутых склонах это поможет сохранить нужную скорость и даже полностью остановиться. Что делается для остановочки? Мы на ровной поверхности ставим лыжки параллельно. Они должны быть на ширине плеч, не узко и не широко. Для удобства. Мы отталкиваемся палочками. Как отталкиваться палочками? Мы должны палочки держать около ботиночек. Не впереди, а именно около ботиночек. И будет очень удобно толкаться. После того, как мы толкнулись... Сейчас я вам покажу это на практике. После того, как мы немножечко оттолкнулись, присели, мы раздвигаем пяточки, а носочки остаются у нас в том же положении. На горных лыжах я катаюсь впервые, однако некоторый опыт позволяет мне легко подниматься. Этому должен обучиться каждый новичок. Ведь, как говорится, любишь кататься, люби и в гору подниматься. В горнолыжном спорте такой способ подъема называется биатлонным. Существует еще множество приемов и подходов, обучиться которым можно только на практике. Не упустите возможности и уделите пару уикендов, чтобы научиться кататься на лыжах. Ведь впереди еще минимум три снежных месяца.